Сатнам, дорогие, меня зовут Брем Амрит, и в этом видео я хотела бы рассказать о медитации, которая называется Трип Дришти Лочина Карма. Это не самая часто встречающаяся медитация, но в последнее время я с ней постоянно как-то меня с ней сталкивает жизнь, и поэтому я на самом деле сама ей заинтересовалась. Я нашла оригинальную лекцию, когда в первый раз давала Яги Бажин эту медитацию, и я нашла несоответствие в описании даже на английском языке, то есть что-то было упущено, некоторые моменты, о которых я скажу позже. И, собственно, это меня и вдохновило на то, чтобы перевести, во-первых, сделать перевод этой практики, которая, ссылка будет доступна под видео. и также записать видео. Давайте настроимся. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Вдох, чтобы начать. Глубокий вдох. И выдох. И выдох. Хорошо. Что дает практика этой медитации? Триптришти лочина карма. Это очень интересная медитация для многих, потому что она развивает экстрасенсорные способности, она развивает тонкое чувствование. Некоторые люди начинают видеть ауры. Йоги Бажин говорил о том, что она дает, когда вы достигнете мастерства выполнения этой медитации, она дает вам вак, может дать вак ситхи, то есть это способность исполняться сказанному вами, и что, конечно же, накладывает большую ответственность. Также эта медитация дает очень большую осознанность и способность просчитывать автоматически последствия, какой-то следствия, какой-то последовательности мыслей. Помимо этого, эта медитация очень хорошо подойдет людям, у которых есть нумерология шестерки, то есть шестое тело — это нимб, эта медитация работает с нимбом. Хорошо. В чем еще особенность этой медитации? Это... Я еще ни одной, на самом деле, не встречала медитации в Куддалин-йоге, может быть, еще какие-то есть, в которых вы можете достичь мастерства, не выполняя, как все другие медитации, ее в течение тысячи дней, а за один раз, либо же за несколько раз. Эта медитация выполняется в течение обычного времени, это 31 минута, но йоге Бажин, говорю, что в качестве компромисса вы можете начать с 15. Если вы хотите действительно достичь таких каких-то ощутимых результатов за небольшой период времени, делайте ее от одного до полутора часов, но вообще йоге Бажин говорил о том, чтобы для того, чтобы именно обрести вот эти psychic powers, то есть такие особенные, да, тонкую чувствительность, экстрасенсорные способности, делайте ее три часа. Эта медитация особенно рекомендуется для практики в полнолунии, потому что в полнолунии практика любой медитации будет сильнее, но именно эту конкретную йоге Бажин и дал в полнолунии, и тогда он сказал в классе всем своим ученикам ее сделать, и он сказал, что я сам ее собираюсь сегодня пойти и выполнить, потому что это очень такая ценная возможность для того, что многократно усиливается ее действие на подсознание именно в полнолунии, потому что также эта медитация, она, конечно, превосходно очищает и подсознание. И делая, выполняя ее, вы произносите мысленно шаббат Са-та-на-ма, это панч-шаббат, и о котором Йоги Бажин говорил, что этот шаббат обладает способностью прорваться, пройти, проникнуть через любой подсознательный блок, абсолютно любой. И также этот шаббат балансирует ваши первые элементы, то есть пять татов. Хорошо. Как выполняется эта медитация? То, о чем не говорится в других описаниях, которые я встречала, Йоги Бажин об этом очень прямо акцентировала это внимание во время лекции, когда он давал ее, что ваша спина должна быть очень-очень прямая, реально прямая, грудь вперед, подбородок в себя, то есть это шейный замок, для того, чтобы энергия могла свободно подниматься, чтобы облегчить ток энергии к верхним чакам. При этом плечи должны быть расслаблены. Ваши руки находятся в гьян-мудре, большой и указательный палец слегка касаются друг друга. Ваши глаза будут смотреть на кончик носа. Они открыто смотрят на кончик носа. Йоги Бажин говорил, не закрывайте глаза во время медитации. В этой медитации особенное положение органов ртовой полости, то есть ваш край верхних зубов четко соответствует краю нижних зубов. Это не сжатие, но в то же время они плотно стоят друг на друге, как говорил Йоги Бажин, дал такие рекомендации. Губы при этом сомкнуты. И автоматически в течение одной минуты, примерно одной минуты, ваш язык поднимается к средней части твердого неба. Это легкое касание, он не давит туда. Это происходит само по себе. И находясь в таком положении, то есть смотрите на кончик носа, зубы вместе, губы согнуты, язык поднимается к верхнему небу, вы мысленно начинаете вибрировать. Шаббат, панч шаббат, са-та-на-ма из точки третьего глаза. Отсюда. То есть как луч излучаете. Это шаббат. В течение всей медитации, еще раз, спина прямая, плечи расслаблены. И дыхание в течение медитации устанавливается само по себе, оно становится таким легким и малозаметным даже для, малозаметным для окружающих. Это очень-очень-очень тонкая медитация. Мне она очень нравится. И таким образом вы проводите то время, которое вы выбрали. Фиксация на кончике носа создает давление в области третьего глаза. Также вы можете ощущать давление под подбородком в течение этой медитации, в висках и, наконец, в области, в средней части головы. Даже это могут быть болезни, на ощущениях. Просто проходите через них. дышим через нос. Дыханием позволяем быть таким, какое оно есть. Никак мы его не контролируем. И в конце, окончании этой медитации, вы делаете глубокий вдох, задерживаете дыхание и вытягиваете позвоночник вверх. При этом вы сохраняете все и фокусировку взгляда и положение органов рта. Выдох. И затем вы расслабляетесь на спине. И Йоги Бажин говорил о том, что это та медитация, после которой хорошо поспать. чего, опять же, я не встречала в других описаниях. И, то есть, я предполагаю, что ее хорошо делать вечером, эту медитацию. Ну, либо ранним утром в Амбритвелл, да, то есть, просто чтобы потом была возможность отдохнуть. И он сказал о том, что я не говорю, какое время отдыха, да, то есть, не обозначаю, но обычно он сказал, что это в два раза дольше, чем продолжительность самой медитации. И спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Если у вас уже есть опыт практики этой медитации, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Либо, если у вас какие-то есть вопросы, тоже можете их задать. Я надеюсь, что вам понравится практика этой медитации. Возможно, она станет вашей личной медитацией, которую вы будете выполнять годы. потому что это такая медитация, которая обладает очень мощным трансформирующим эффектом. Даже если вы уже какие-то достигнете способности, какие-то обретете, все равно вы можете продолжать, на самом деле, делать. И затрите, пожалуйста, ладони и ладонь. Сложите их у сердца, сделайте глубокий вдох, выдох. ЦАТНА 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 ЦАТНА